В Ниницком округе, как и во всей стране, сегодня выбирали депутатов Государственной Думы 7-го созыва. В регионе был открыт 51 избирательный участок. Округ стал лидером появки на избирательные участки среди регионов Северо-Западного федерального округа. О том, как прошел единый день голосования, смотрите в следующем сюжете. Активность местных жителей в день выборов традиционно высокая. Председатели участков из года в год фиксируют все большее количество голосующих. С утра на выборы, как правило, приходят люди старшего поколения со своими надеждами и пожеланиями будущим депутатам. Чтобы пенсионеров не забывали, немножко внимания уделяли для пожилого человека. Одним из первых на избирательном участке в спорткомплексе СМУ проголосовал и сенатор от Ниницкого округа в Совете Федерации Евгений Алексеев. Как и любой избиратель, с думскими выборами Евгений Георгиевич связывает большие надежды и верит в качественные изменения. То есть, вообще говоря, ожидания людей, безусловно, связаны с теми обещаниями, которыми дают кандидаты в депутаты. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы эти обещания были не только обещаниями, но чтобы они обрели реальные действия, реальную силу. Свой гражданский долг на избирательном участке в школе номер 3 исполнил и губернатор Ниницкого округа. Игорь Кошин отметил особую важность думских выборов. От их результата зависит будущая политика развития нашей страны на ближайшие пять лет. Мы избираем тех людей, вы знаете, вернулись выборы по одномандатным округам, и у округа будет свой депутат-одномандатник. Мы избираем тех людей, которые будут формировать политику развития территории, которые они представляют, также на ближайшие пять лет, это как минимум. Основное пожелание к депутатам, которые будут избраны от нашей территории и политическим партиям, безусловно, Нинский автономный округ, уникальный субъект Российской Федерации. Вы знаете, мы целиком входим в территорию Арктической зоны. И мы подготовили ряд больших инфраструктурных проектов. И их реализация будет зависеть от той политики, которую будет проводить государство по отношению к Арктике, по отношению к северянам. Безусловно, мы участвуем сегодня в выборах с большой надеждой, что депутаты избраны от нашей территории, и те политические партии, которые пройдут в парламент и будут избраны, продолжат тот курс на развитие нашей страны в целом, ну и соответственно округа. Рядовые жители Нинецкого округа также понимают важность федеральных выборов, идут на участки выбирать свое будущее и связывают с думскими выборами большие надежды. Пожелание есть одно – больше думать о народе, о тех, кто выбрал данного кандидата, а не о личных интересах. А надежды, конечно, только на самое лучшее. Как всегда, ждем от выборов новых совершений, новых достижений выбранными кандидатами. Я выполнила свой гражданский долг, проголосовала за партию, считаю, которая достойна. Но несмотря на то, кто победит, я надеюсь, что жизнь в регионе станет лучше после этих выборов. Чтобы народу жилось лучше гораздо. Потому что очень бы хотелось, чтобы наши вот эти власти, кто там придет к власти, чтобы занялись вопросом, каким образом устроить молодежь на работу. Очень большая проблема, я считаю. Очень большая. Будет работа, будет и жизнь хорошая. Важность думских выборов отмечают и представители собрания депутатов Нинецкого округа. Председатель регионального парламента Анатолий Мяндин справедливо отметил, что регионам, в том числе и Нинецкому округу, спустя много лет выпала уникальная возможность выбрать в Госдуму своего депутата-одномандатника. Это даст возможность лоббировать интересы округам, его жителей, в том числе путем положительного принятия решений по тем законодательным инициативам, законопроектам, которые вносит в Госдуму наш округ, отметил Анатолий Мяндин. Такая практика у нас есть, и мы эту работу ведем и будем продолжать, в том числе по тем вопросам, которые поднимают перед нами жители округа. Кроме этого, я надеюсь, с помощью депутатов Государственной Думы мы сможем как можно больше привлечь средств из федерального бюджета. Это сегодня возможно благодаря договору, который был подписан и ратифицирован почти два года назад с Архангельской областью. Поэтому эта работа сегодня уже ведется, и только в этом году порядка одного миллиарда рублей с федерального бюджета округ может получить на определенные цели, в том числе на строительство дорог, на строительство социальных объектов, детских садов, школ. Я думаю, что вот эта работа с помощью депутатов, она должна быть продолжена, и мы можем получить действительно солидные суммы из федерального бюджета, с учетом того, что сегодня у нас есть некоторые проблемы с наполнением нашего окружного бюджета. Отдал свой голос за депутата-одномандатника и депутата по партийным спискам и Александр Лутовинов, представитель регионального парламента. По мнению депутата, за нынешними думскими выборами – будущее региона. С теми, кто будет представлять наш округ в Госдуме, регион будет поддерживать максимально близкую связь. Сейчас многое будет зависеть от депутатов, которые войдут в состав Государственной Думы. Я считаю, что вот та возможность, ключевая возможность, которая определена тем, что наш субъект Российской Федерации, Нинский автономный округ, может иметь в составе Государственной Думы два своих депутата, на мой взгляд, это очень важно. И вот такой возможностью надо максимально воспользоваться, чтобы мы могли представлять свои интересы своего округа в законодательном собрании. Сделать важный для страны округа выбор сегодня на избирательные участки пришли и представители различных политических партий. С боевым настроем свой голос за кандидатов отдал лидер регионального отделения партии «Родина» Андрей Ружников. В первую очередь выполнить все наказы избирателей, несмотря на то, что бюджет страны очень сложный, тем не менее нужно в первую очередь думать о людях, о простых людях. Свои предпочтения высказали и те, кто претендует на кресло депутатов в Нижней Палате Российского парламента. События, которые мы сейчас переживаем, выборы депутатов Государственной Думы, это действительно важнейшее событие в жизни и общества. Страны и жители округа. От того, какой партии, какому кандидату будет дано предпочтение, по-много зависит от того, в каком направлении будет развиваться наша страна. А жители округа ждут больших перемен. Для меня эта должность, она как бы не самая главная. Самое главное это то, что вот если прошел, если люди доверят, то как решить вот те проблемы, которые они озвучили. Все-таки там будет 450 человек, есть кое-какой опыт, есть кое-какие навыки, как нужно проводить инициативы. Но тем не менее, все-таки есть какая-то внутренняя тревога о том, что оправдают доверие людей, которые, в общем-то, по большому счету, вот мне доверили. Вот здесь, я думаю, что мы, скорее всего, вместе. Прежде всего, субъекты именно арктической зоны Российской Федерации. Потому что один в поле не воин, а вот есть такие, ну, объединения вот такие, сделать объединение в Государственной Думе. Люди задавали вопросы, в каком комитете вы себя видите. Самые различные. И вот вроде бы еще рановато, не говори, гоп, пока не перекрыжигнул. А людей же интересовало, где, в каком комитете, какие интересы. То есть я был настолько поражен и удивлен, насколько, оказывается, житель Нениско-автономного округа, от школьников до наших, людей высокого возраста, интересуются вот этими опросами. Они вот действительно обеспокоены федеральной темой, обеспокоены изменением федерального законодательства. Вот это для меня сделал такое открытие. Я думал всегда, что это больше вот Нениско-автономный округ, там детские сады, школы, больницы. А здесь был просто поражен. Насколько люди интересуются именно федеральным законодательством. Поэтому работы очень много, очень много работы. Есть над чем поработать. Я думаю, что все вместе мы попробуем что-то изменить, если пройду, конечно. Будущий состав Государственной Думы я связываю с тем, что все-таки усилится политика и будет происходить совершенственное законодательство, которое связано с развитием арктической зоны Российской Федерации, которая непосредственно касается жизни нас, северян. Для этого все предпосылки Государственной Думы формируются по новому составу. От каждого северного субъекта будет представитель, который будет выбран по одномандатным округам, кто-то пройдет по партийным спискам. Мы надеемся, что будет большое представительство партии «Единая Россия» в Государственной Думе. И внутри нее будет региональная группа депутатов-северян, которые будут защищать интересы своих избирателей. По информации избирательной комиссии Ненецкого округа, единый день голосования прошел в спокойной обстановке без нарушений жалоб. Участковые избирательные комиссии уже приступили к подсчету голосов. Предварительные итоги станут известны уже ночью. Что касается явки избирателей, если сравнивать, брать те же самые контрольные даты и соотношения 2011 года, явочка у нас стала немножечко хуже. На 18 часов явка избирателей составила 40,66%. Для сравнения, в 2011 году на 18 часов явка избирателей была 50%. То есть в этом году у нас с явкой немножечко хуже стало. Но в целом, если брать по Российской Федерации, да, за исключением некоторых регионов, явка перешагнула. Там есть и 60%, и более 60%, к 70%. Но 40% на 18% и окончательно все равно будет менее 50%. Это, в принципе, по общероссийским меркам мы где-то находимся в золотой середине. Напомню, сегодня жители Ненецкого округа выбирали депутатов Госдумы 7-го созыва. Уже совсем скоро мы узнаем, кто будет представлять наш регион в Нижней палате Федерального собрания Российской Федерации. Ирина Цепетова, Любовь Прямякова, Надежда Литкова, Леонид Шишелов, Сергей Качегов, Владислав Носкин, Телеканал Север.